Меня зовут Александр, я работаю в Киеве в институте грантологии в лаборатории эпигенетики, где мы занимаемся изучением молекулярных причин старения. Занимаемся ими достаточно долго, самому институту лет порядка 50. Занимаемся генетикой старения и нас интересует то, почему разные люди стареют с разной скоростью, почему некоторые выглядят хуже, некоторые выглядят лучше и почему люди не живут одинаково долго. В ходе этих исследований оказалось, что не все закодировано в нашей ДНК, как бы нам этого не хотелось и какие-то факторы извне тоже влияют на нашу продолжительность жизни и оказалось, что эти факторы можно как-то использовать для себя, для того чтобы свою жизнь продлить. Генетикам эта новость не очень нравится, но людям она нравится в большей степени и как раз вот на пересечении этих двух хороших эпохи новостей я бы хотел сегодня с вами поговорить. Если вы откроете любой учебник по старению, по геронтологии, то вы узнаете, что теорий старения очень много. Их порядка 200 и считается, что каждый уважающийся геронтовок должен придумать свою теорию старения. На самом деле теории старения уже нет, они все ушли в прошлое, нет ни одной такого подхода, теории, которая бы объяснила старение от начала до конца. Нет ни одного фактора, ни одной молекулы, которые в нас состаривали, которые нас бы омолодили. Все эти теории теперь группируются в две новости или в два фактора старения, внешний и внутренний. Внешний фактор старения это плохая новость, потому что он говорит нам о том, что мы с вами живем, мы с вами дышим, мы с вами питаемся и все это наносит вред, урон нашему здоровью. Ошибки в нашем теле накапливаются, будь то разрывы ДНК, будь тоубликация белков. И плохая новость это потому, что мы не можем предсказать эти ошибки, мы не знаем где они возникнут, в какое время и поэтому не можем ничего с ними сделать, никак их потом починить. Но есть хорошая новость, которая заключается в том, что старение части это запрограммированная программа. Все мы с вами рождаемся, все взрослеем, никто не переступил через половое созревание, не начал стареть. У нас есть какая-то программа развития, которая никогда не нарушается. Если эта программа есть, значит она где-то написана, если где-то написано, можем ее как минимум прочитать, а по максимуму как-то отредактировать и в идеале отключиться всем. Сегодня я буду говорить про вот эти вот вещи, что такое старение, какой вклад в нее генетики, как выглядят подходы в анти-эйдж-медицине и эйдж-менеджменте, ну и сам напоследок о способах продления жизни. Все, что наука сегодня знает про то, что такого сделать, что такого есть, чтобы продлить свою жизнь. Не секрет, что старение сложная вещь, что мы видим морщины, там усталость и там остеопороз, это все вершина айсберга, и на самом деле все происходит на более глубинном уровне. Мы знаем о старении очень важные вещи. Недавние вещи, которые мы узнали, которым всего не так много, 5-7 лет, но они очень важны. Они заключаются в том, что мы узнали, как происходит старение. Раньше считалось, что были такие точки зрения, что есть какой-то ведущий орган в нашем организме, который нас старит. Будь то гипофиз, будь то эпифиз, будь то поджелудочная железа, будь то кишечника, кишечника. Методом вырезания этих областей из модельных животных оказалось, что никто из них там сильно организм не старит, и такого вот драйвера старения у нас нет, что старение возникает приблизительно везде одинаково и старит нас со всех сторон. И это нетривиальная вещь. На самом деле это открытие очень-очень важное. Заключается оно в том, что даже при рождении каждая наша какая-то клетка, тысячная, уже является старой, даже у новорожденных детей. Количество этих старых клеток с инесцентной клеток с ходом нашей жизни возрастает, и в 50-летнем возрасте с инесцентной клеткой становится каждая десятая. Что значит с инесцентной или старой клетки? Это значит, что это та клетка, которая по каким-то причинам досчитала свой предел делений и начинает вокруг себя распространять информацию, вполне материальные молекулы, вполне материальные носители, которые сигнализируют окружающим клеткам о том, что программа жизни дошла до конца, и нашу жизнь пора сворачиваться. Это вполне материальные факторы старения, в основном это факторы, похожие на факторы воспаления, ТНФ, интерлекины провоспалительные. И если нам удастся отключить вот эту вот систему передачи этого сигнала, то это один из способов борьбы со старением. Также мы знаем о том, что старение идет с разной скоростью. Некоторые в 35 лет выглядят на 30, некоторые выглядят на 40, некоторые в 35 выглядят на 35. Это тоже нетривиальная вещь, как бы это ни звучало, потому что это не просто о том, что они не выспались, это о том, что они стареют с разной скоростью. Дети рождаются с разной генетической программой, длиной птиломеры в том числе. Стареют с разной скоростью, скорость их старения поддается измерению, ее можно померить по молекулярным маркерам, по показателям. И это хорошо, потому что оказывается, что не надо ставить очень сложные эксперименты на людях и ждать, пока они сто лет будут пить какую-то таблетку. Мы можем мерить их старение в онлайн-режиме. Кормить их какими-то препаратами, людей или душей и прямо наблюдать, замедляется ли ускоряется у них старение. Это для нас тоже важно. Еще важная вещь, которую мы узнали о старении и об омоложении, заключается в том, что омоложение как такового не существует вообще. То есть есть некоторые процедуры, которые принято называть омолаживающие. Вы знаете, из омолаживающей кремы, из анти-эйдж-медицины и так далее. Но надо понимать, как это происходит на самом деле. В науке есть такой подход, такая модель, которая называется гетерохронный парабиоз. Она заключается в том, что двух мышей, молодую и старую, сшивают таким образом, чтобы кровотоки на время объединились. На две недели, на месяц, на два месяца. За эти два месяца наблюдается такая ситуация, что какие-то молекулы старой мыши переходят в молодую и, по идее, должны ее состаривать. Какие-то молекулы переходят из молодой в старую и должны ее омолаживать. Вот этот вот эксперимент проводится уже 70 лет. Повторяется в разных лабораториях мира, постоянно и постоянно. И результат его в основном один и тот же. Молодая мышь никогда не омолаживает старую, но старая всегда состаривает молодую. Это говорит нам о том, что молекулы старения, они есть. То есть состарить — это достаточно просто организм, достаточно с кем-то рядом пожить, обменяться кровью или что-то подобное сделать. Омоложения на молекулярном уровне как такового нет. У нас нет такой биологической программы, она не зашита, она в природе никогда не была нужна для того, чтобы кого-то омолодить. Лучшее, что мы можем сделать на молекулярном уровне без сложных подходов, это всего лишь остановить процесс старения или его там хотя бы замедлить. Если нам нужно сделать что-то экстра, омоложение — это уже очень сложные подходы, которые разрабатываются, но зашитая такой программы нет. Эксплуатировать мы ее не надеемся. Вот пример этой плохой новости, который заключается в том, что старение — это программа, и программа достаточно жесткая. Справа — это Питер со своей сестрой, на фотографии ему 14 лет. У них очень редкое заболевание, прогерея Хачкинсона Гилфорда. Она встречается один раз на 8 миллионов. И заключается в том, что ребеночек рождается и с двух лет начинает очень быстро стареть. И к 10 годам приблизительно приобретает фенотип 90-летнего старичка. У них наблюдается весь комплекс возраст ассоциированных патологий — остеопороз, тахикардия, у них выпадают волосы, выпадают зубы и так далее. Долго они не живут. Это печальная история. В Украине такие случаи тоже есть. Мы два таких зафиксировали. Но это уникальнейший природный эксперимент, который говорит нам о том, что причина этого заболевания заключается в одной единственной мутации одного из генов, которые обеспечивают упругость клеточного ядра наших клеток. Не очень значимая его функция, но одной этой мутации достаточно для того, чтобы в 10 раз ускорить процесс старения в организме. То есть опять-таки этот процесс где-то закодирован и ускорить его можно. Вот эта история, это Анечка, она живет в России. На фотографии ей 20 лет. Ниже шеи у нее тело абсолютно 20-летней молодой девушки, а клетки головы и лица у нее постоянно стареют. Те делают постоянно пластические операции, но у нее другое заболевание. У нее синдром Вернера, прогерье взрослых людей, который проявляется таким образом, что взрослый человек живет из какого-то момента начинает очень быстро и интенсивно стареть. И за пять лет состаривается на 20-30 лет. У данного человека эта мутация произошла только в соматических клетках, то есть только в части организма. Поэтому мы видим, что стареет часть организма и сделать с этим опять-таки ничего нельзя. Эта программа старения у нее ускорилась только в этих клетках. На самом деле такие мутации происходят очень-очень часто у людей. Вот другая сторона медали, которая является хорошей новостью из хорошей группы новостей. Вот так вот выглядит икона современной геронтологии. Она достаточно уродлива, но ничего с этим поделать нельзя. Это очередная шутка природы. Как раз, что самое того, к чему мы стремимся, выглядит не самым лицеприятным для нас образом. Это голый землекоп, млекопитающая, которая обладает уникальной способностью пренебрежимого старения. Это значит, что этот организм живет неоправданно долго, живет на порядка 35 лет по сравнению с мучью, которая живет не больше двух лет, хотя они сопоставимы по размеру и должны были бы жить одинаковое количество времени. Но ученые могут им простить то, что они живут неоправданно долго, но они к тому же еще и не имеют признаков старения. То есть 30-летний землекоп также выглядит, как двухлетний землекоп. У него сохраняются все репродуктивные функции, он также активно размножается, у него те же функции поискового поведения, те же функции питания и двигательной активности. Признаков старения у данного организма нет. Это интересная модель, которая подводит нас к пониманию того, что старение это факультативная программа. У природы есть много способов убить организм так, чтобы реализовалась смена поколений. Старые должны умирать, молодые должны жить, конкуренции между ними не должно быть. Но это можно сделать разными способами. Можно организм составить, можно организм кинуть в какие-то условия, где у него будет много хищников, много паразитов, много инфекций. Голый землекоп от этого и умирает. Паразиты, инфекции, он замерзает зимой, всего съедает хищника, он страдает в драках и так далее. У него никогда не бывает рака, у него никогда не бывает сердечно-сосудистых заболеваний. Причина его долголетия, естественно, не в том, что он ведет здоровый образ жизни, не в том, что он там удачно вышел замуж или женился, а только в том, что он накопил заход своей эволюции определенное количество мутаций, которые позволили ему жить в 10 раз больше и избавиться от старения. Это не исключение. Таких видов достаточно много. Их порядка 20. Это ведущая мышь Бранта, лилдский окун, синий кит и так далее. Все эти виды, у которых старения наблюдать не получается. У них его просто нет. У природы от них избавляется какими-то другими путями. Вот этот уклад жизней землекопа, он исключение практически из всех правил млекопитающих. Он отчасти холоднокровное животное, он ведет колониальный образ жизни, он избавится от шерсти, он питается практически монодиетой, только одним видом растения, живет под землей, слепой, он не чувствует боли, у него нет зрения, у него проблемы со слухом, ну и много-много других исключений, которые делают его интересными. Но самое интересное, это как действительно он стал долгожителем и как он избавился от рака. История с раком интересна, потому что оказалось, что его избавление от данного заболевания побочный продукт эволюции его покровов. Когда-то, 75 миллионов лет назад, когда он ушел под землю, ему пришлось избавиться от шерсти, его кожа должна была стать эластичной, чтобы он мог скользить по нормам, по которым он это делает, и для этого он приобрел две новые мутации. Одна из них ферменте, который синтезирует гиауроновую кислоту, и это тот млекопитающий, у которого гиауронка очень высокомолекулярная, 12 тысяч килограмм дольтон, а вторая мутация – это ферменте, который разрушает гиауроновую кислоту. Таким образом, у него его очень много, так же, как и у этих животных-шерпеев, и она очень мало разрушается. И оказалось, что если эти две мутации перенести из голого земляков в обычную мышь, то обычная мышь, но всегда лишаются, клетки обычной мыши, но всегда лишаются возможности становиться раковыми клетками. Если их перенести в клетки человека, у них тоже такая способность пропадает. Если мы эти два гена человека или эти два гена мыши перенесем в голый землякопа, то он впервые в жизни начинает болеть раковыми заболеваниями. То есть это минимальные необходимые условия для того, чтобы избавиться от данного заболевания. Ну, так вот, простая гиауронка, да, и просто эволюция в соответствии с нормами сделала его долгожитием. Ученым, естественно, стало интересно, а можем ли мы продлить жизнь, если у природы удалось это сделать при помощи мутации, можем ли мы это сделать в лабораторных условиях? И оказалось, что действительно можем. Мы можем продлить жизнь при внесении одной единственной мутации разным организмам в разное количество раз. В 6 раз в случае дрожжей, в 10 раз в случае нематод, на 100% мухам, на 50% млекопитающим. То есть у нас есть какие-то гены, выключив которые мы можем продлить жизнь достаточно долго, потому что гены, опять-таки, нам нужны были для того, чтобы гуманно от нас избавляться. Это не 22 век, это происходит уже прямо сейчас. Процедура генной инженерии, генной трансформации, она достаточно рутинна. Вот один из экспериментов, который показывает, как это работает, когда годовалая мышь, и годовалая мышь, это уже такая старенькая мышь, делается одна единственная инъекция с вирусом, аденовирусом, у которого вытащены все гены самого аденовируса, и вставлен один единственный ген самой же самой мыши, ген тивомираза, о котором мы будем в дальнейшем говорить, который удлиняет ее последовательность тивомирных повторов. Одной такой инъекции достаточно для того, чтобы на 20% продлить жизнь этим мышам. Одной единственной инъекции уже пожилой мыши. Количество делений, которые проходят фибробасты, тоже увеличивается. То есть этого фермента достаточно для того, чтобы продлить жизнь. Если сделать ГМО у мыши и вставить ей свои собственные гены, то есть это даже не совсем ГМО, можно продлить жизнь достаточно существенно. На данный момент проходит 300 клинических испытаний генотерапии на людях. Это все препараты. Это значит, что в 300 различных местах в данный момент кто-то создает ГМО у людей, которые лечатся подобным образом. Шприцы, инъекции, вирусы, им это вкавываться, и они лечатся. Естественно, они от старения, они лечатся от каких-то патологий, связанных онкологическими и сердечно-судистыми заболеваниями в основном. Но это позволяет создавать те лекарства, которые могут не лечить от заболевания, а избавлять его даже с самого рождения. Два из таких препаратов, одобренные в ДИА, уже вышли на мировые рынки. Один из них, кстати, разработан у вас в России. Это тот препарат, который можно сподобно купить. То есть у нас закончились те аргументы, почему бы это могло не сработать, и почему бы генная терапия на людях бы не работала. Если самая крутая организация по здравоохранению, два таких одобрева, значит, успех ждет и все остальные, какую-то их часть. Дальше я расскажу, как работает генетика в персонализации, и какова, собственно говоря, роль в старении и тех причинах, от которых мы с вами умрем. Я вам вкратце напомню, потому что я не совсем знаю, кто пришел на эту лекцию, что наш организм состоит из клеток, в клеток есть ДНК, из ДНК получаются белки, из которых, собственно говоря, строятся наши темы, и все происходит. Что имеется в виду, когда мы говорим, что что-то у нас генетическое, что ребенок унаследовал какой-то талант от родителя, музыкальный, цвет глаз, цвет волос и так далее. Мы имеем в виду, что в каком-то месте его генома, у человека это приблизительно каждая тысячная пара оснований, есть ошибка. Наш геном — это 3 миллиарда пар оснований, это 120 томов войны и мир. Во всей этой макулатуре написана вся информация о том, как будут строиться наши тела и кое-что там о наших психологических способностях и о нашей продолжительности жизни в том числе. В ходе переписывания всех этих томов неизбежно разникают ошибки, опечатки. За наши 13 миллионов лет эволюции количество этих ошибок накопилось настолько высоко, что каждая тысячная буква вот этого текста у нас с вами отличается, и мы это с вами и называем нашим разнообразием. То, что мы все разного возраста, по цвета глаз, цвет волос, возраста нет, да, разной внешности, все это является результатом вот этих вот опечаток. Идея генетического анализа и персонализированной медицины заключается в том, что мы, зная какую-то характеристику, да, то есть там долговечность, например, сердечной мышцы или там способность мозга к чему-то, можем вычленить все гены, которые на это влияют, прочитать их, проанализировать и сказать, а какой человек подвержен более каким заболеваниям, и в идеале, обратившись к литературе, можем сказать, а какой из способов превенции этого заболевания, предотвращения, подойдет человеку, чтобы скомпенсировать ту функцию, которая у него генетически чуть-чуть ущербна. Вот это вот топовые заболевания по данным ВОЗ, от которых все мы с вами умеем рано или поздно. Да, сердечно-судистые заболевания, дальше другие, другие, другие. Вот эти цифры в скобочках – это генетический вклад в это заболевание. Его можно вербализировать разными способами. Один из них может звучать таким образом, что каждый десятый человек, который заболеет с сердечно-судистыми заболеваниями, заболеет ими по генетической причине. То есть вне зависимости от того, какой образ жизни он ведет, бегает он, курит ли он, ест он соленое или жирное, он заболеет данной патологией. Потому что у него просто такой вот комплекс мутаций, комплекс полиморфизмов, которые его к этому предрасполагают. 4% населения Европы являются гетеразиготами или гумазиготами по гену рецептора к вирусу иммунодефицита. Они могут быть носителями, но у них данное заболевание не развивается вообще никак. Это наше развитие от средних веков. Дорожно-транспортные происшествия также имеют свой генетический вклад, который в основном связан с генами дофаминовой передачи и внимательностью людей на дорогах. Чтобы понять, насколько это важно, насколько генетика может предсказать те риски, которые с нами случаются, эти риски надо сравнить с чем-то другим. Вот как сравниваются эти риски. Если у семьи, у человека были случаи деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, травм головы, депрессия, поздний возраст беременности, то это повышает риск развития заболевания Альцгеймера в 1,5-2 раза. Одна-единственная мутация в гене, а по полипротеида Е, который переносит липиды из печени в мозг, повышает риск развития заболевания со старта в 7 раз. Риск развития заболевания у нас в стране 2%, я думаю, у вас точно такой же. Если вы умножите это на 7 или на 10, то можно посчитать, а какой же риск у данных людей. Люди такие встречаются достаточно часто. Более того, мутации, которые предрасполагают геном, сразу нам подсказывают о том, а какой же способ коррекции, предикции, предотвращения заболеваний подходит тем и другим людям. Оказывается, что общая картина, которая все время нам гласила о том, что повышенный холестерин в крови является предиктором, маркером риск развития Ацгеймера. Чем больше жирного человек ест, тем больше его риск заболевания. Действительно так для большинства, кроме той группы людей, которые мутанты по этому гену. И для них ситуация обратная. Чем больше человек ест жирного, тем меньше у него риск развития заболеваний. Вот подобная история разворачивается с многими другими компонентами пищи. Это отдельная интересная область, которая называется нутригенетикой. А чтобы нам, лично нам такого съесть, чтобы нам было хорошо. Потому что большинство лекарств не работают для большинства людей, именно потому, что мы усредняем все данные. Если мы данные персонализируем, то окажется, что даже простые витаминки продлевают жизнь существенно. Вот для этого надо знать свою генетику. Многих интересует естественно старение кожи. И в случае кожи генетика тоже есть что сказать. Она имеет свою предиктивную способность. Вот один из примеров, как это работает в случае антиэйджинга чисто такого косметического, дерматологического. и связан он с очень интересной историей гена белка филогрина, главного белка, который обеспечивает уводненность, да, как это правильно сказать? Уважненность, уважненность нашей кожи. Как вы говорите? Уважненность. Ну, давайте так, говорите. С переводом не сильно. Белок синтезируется в эпидермисе, собирается, как и все белки из аминокислот. Единственный смысл жизни этого белка – это мигрировать в верхние свои нашей кожи, его роговой слой, и на подходу к роговому слою обратно разобраться на аминокислоты. То есть белок существует очень непродолжительное количество времени и собирает из всего, из всех аминокислот, которые есть в клетке, именно ту пропорцию, которая нужна будет в роговом слое при его распадении, для того, чтобы образовать самую важную компонент нашего рогового слоя – природный увлажняющий фактор. Определенную пропорцию аминокислот их производных, которые делают нашу кожу непроницаемой для факторов извне, определяют ее ПАЖ и определяют ее барьер от других инфекций. И оказывается, что, естественно, этот белок кодируется в ДНК, естественно, наша ДНК разнообразна у различных людей, и ситуация складывается таким образом, что мутация в этом гене приводит к разным фенотипам. И, собственно говоря, как был открыт фенотипы этого гена, были открыты, что он приводит к шелушению губ. Люди, у которых губы шелушатся, они чуть-чуть мутантны, они полиморфны по этому гену, но оказалось, что более серьезные проявления проблем с кожей тоже имеют причину свою именно в этом гене. Вот эта вот сборка и разборка аминокислот происходит не очень корректно. Это в ряде случаев будет причиной атипической адиомотеты и псориазы. На всю эту информацию генетическую накладывается информация извне. Это приятная новость, потому что мы на это как-то можем повлиять. Естественно, нет случаев про гирии, когда организм стареет очень быстро, но в рутинном случае, когда у нас есть генетические склонности, мы можем как-то с ними что-то сделать. Вот это как-то что-то сделать, это и называется эпигенетика, наука о том, как условия внешней среды влияют на наш геном. Вот этот принцип организации генома, вот эти вот бухочки, это кусок гена, который отвечает за риск развития рака молочной железы. Тот самый кусок текста, в котором он жили-наджили, была ошибка, которая привела ее к идее сделать ту операцию, которую она сделала, чтобы избавиться от данных рисков. А вот это вот как работает эпигенетика. На этот текст накладываются некоторые пометки извне, в основном эти пометки в виде метильных групп, которые садятся в определенных местах и сигнализируют тому, кто читает этот геном, это материальные молекулы, это ферменты, о том, что дальше по тексту читать не нужно. Это практически единственная информация, коррекция, которую мы можем внести в нашу ДНК. А в данных условиях жизни, при данном поле, в данную эпоху, в данном климатическом поясе нам активность этого гена не нужна. И этой информации оказывается достаточно. Вот одно из исследований нашей лаборатории, где мы изучали, какая информация отложилась у людей, которые пережили голод 30-го, 32-го, 33-го годов. И оказалось, что люди, которые развивались в утробе матери в ту эпоху, когда голод был очень серьезный, в тех регионах Украины, где он был сильный, они с возрастом имеют повышенный риск диабета второго типа. Это очень интересные данные на большую популяцию, больше, чем 10 тысяч человек. Интересный механизм, как же это происходит. А происходит это таким образом, что это уже голландские данные о том, что в подобных ситуациях люди в ходе развития приобретают метильные метки на гене, которые отвечают за метаболизм инсулина. То есть ребенок подготавливается к тому, что во взрослой жизни еды будет настолько мало, что ему придется быстро весь калораж пищи, придется быстро конвертировать жировые запасы, от чего будет страдать его индекс массы тела, от чего будет повышаться 30-диабет. Когда ребенок рождается и еды становится нормальное количество, он ест, как все остальные люди, но программа у него уже заложенная осталась. И он все эти калории все равно откладывает в разопас. Природный механизм завожен хороший, но в данном случае с людьми он играет уже злую шутку. Как это применимо к старению? Применимо это таким образом, что на самом деле наше старение это факультативная программа, необязательная, и есть биологический возраст, и каждый организм каждую секунду времени должен считать, а сколько лет он прожил и сколько лет ему жить еще осталось, исходя из соображений своих. И эту информацию о том, сколько лет он прожил, он собирает из ограниченного числа источников извне. Есть вполне материальные белковые детекторы, рецепторы того, по которым клетки считают, а сколько лет они прожили. И мечта геронтологии заключается в том, чтобы найти все эти детекторы, пересчитать их и всех их отключить. И тогда каждая клетка организма будет думать, что ей каждую секунду времени опять 18 лет. Вот один из тех детекторов, по которым наши клетки определяют, а сколько же лет они прожили. И, соответственно, распространяют эту информацию на соседние клетки, убивая их по пути старения. Это детектор, который детектирует конечные продукты гликации. Очень модная вещь в дерматологии, в частности, и в геронтологии тоже. Заключается она в том, что если поместить белок с углеводами рядом при большой температуре на длительный период времени, они начинают сшиваться и образовывать вот такие вот потные сгустки, трудно расщепляемые какими-то ферментами. В случае кожи это чревато запуском процесса образования морщин. Вот это вот молекула коллагена, молекула глюкозы. Если это фруктоза, это еще более серьезная ситуация. Коллаген щепляется между собой при помощи вот этого вот молекулярного клея. И молекулы фибрилы коллагена перестают скользить так как нужно. И происходят всякие нездоровые вещи с нашими тканями. Это происходит во всех органах. Гликированный гемоглобин многим известный. Это частный пример. По нему мониторят состояние диабетика, но на самом деле такая же гликация происходит со всеми остальными белковыми молекулами, со всеми остальными углеводными молекулами в том числе. Выход цвета находится там же, где и вход. И способов борьбы с вот этими вот этими ситуациями он тоже достаточно понятен. Это снижение температуры тела. Нам это не очень нравится. Это снижение калоража пищи за счет углеводов или за счет белков. Чем меньше белков мы потребляем, тем ниже у нас таких молекул образуется, чем меньше углеводов. Ну или если правильно говорить, чем меньше у нас ситуация с повышенным гликемическим индексом, гликемической нагрузкой, тем меньше у нас таких вот конечных продуктов гликации образуется в теле. Это не пассивный процесс. Это очень важно понимать. Это процесс очень активен. Каждый фибробаз, каждая клетка нашей кожи или каждая другая клетка имеет на себе рецепторы, которые детектируют, когда фибробаз скользит по молекуле коллагена, он детектирует, а сколько же этих конечных продуктов гликации у нас образовалась. И исходя из своего внутреннего эволюционно запрограммированного счетчика, принимает решение. Если оказывается, что продуктов влекаться настолько много, что мы как будто бы свои 30 лет ели сладкое столько, как будто бы жили 120 лет, он делает вывод о том, что мы прожили 120 лет и начинает запускать процесс старения. Вполне, опять-таки, конкретный процесс генерации свободной формы кислорода внутри клетки, ну такое самоубийство по пути с инесценцией. Вторая более известная история, связанная тоже с повреждениями, играет на антиоксидантах. Известна наверняка всем теория о том, что чем больше мы дышим, тем больше мы окисляемся, тем хуже с нами все происходит, тут лучше не останавливаться. С антиоксидантами надо быть осторожными, это теория старения правомочная, мы действительно стареем тем интенсивнее, чем больше у нас свободной формы кислорода. Но не совсем корректна эта теория о том, что мы можем что-то съесть извне, для того, чтобы на эти процессы кардинально повлиять. И это не совсем правомочно, именно потому, что оказывается, что химические антиоксиданты, пищевые антиоксиданты, которые мы потребляем, имеют свою скорость работы. Они забирают на себя какие-то свободные радикалы с определенной скоростью, одна молекула, там, в одну миллисекунду, условно говоря. В то же время во всех наших клетках работает антиоксидантная система, вшитая в наши клетки. Это супероксидисмутаза, каталаза, ферменты, которые наподобие станций убивают эти свободные радикалы, дисмутируют, забирают на себя, нивелируют, как хотите, со скоростью в 6 порядков больше. И оказывается, что мы с вами никогда в жизни не сидим столько там ведер смородины или там морковки, чтобы приблизиться к нашей уже работающей у нас системе антиоксидантной защиты. Антиоксиданты работают, более того, это полезные молекулы, они являются кофакторами ферментов, они там выполняют множество различных функций, но не следует на них полагаться, как на там спасение от старения раз и навсегда. Единственная ситуация, когда это хорошо работает, в том случае, опять-таки, если человек генетически дефектен, у него есть полиморфизм, по активности это будет другого фермента. В таком случае, если человек гетерозигота, у него одна копия гена вышла из строя, в таком случае его антиоксидантная система пропускает вот эти вот свободные радикалы, и они наносят вред нашей молекуле ДНК в том числе. Такое снижение, оно наблюдается, порядка 30% снижения супероксидисмутаза вызвана генетическими причинами. И у таких людей корректировать такие ситуации нужно в первую очередь. Для всех остальных это работает, но в меньшинстве времени. Еще один важный детектор-счетчик, по которым клетки определяют, сколько клеток они прожили, заключается в последовательности самой молекули ДНК, а точнее в теломерных повторах. Это одна из самых ходовых теорий старения, которая обращает наше внимание на то, что, смотрите, мышка никогда не вырастает размером с человека и никогда не живет сколько человек. И человек никогда не вырастает размером с мышку и не живет сколько сколько мышка. И синий кит никогда не живет как мышка и не весом с человека. Потому что у каждого вида есть генетически запрограммированная программа, сколько приблизительно нам должно прожить и какого веса приблизительно он должен быть. И эта генетическая программа отчасти реализуется за счет длины теломера. Что это такое? Это концовые участки наших хромосом, которые укорачиваются по техническим причинам с каждым делением нашей клетки. Как только эти концевые участки доходят до критического предела, у нас запускаются опять-таки процессы старения и клетки перестают делиться. Теоретически у человека таких делений клеток заложено порядка 60-80, и чем старше человек, тем меньше у него клеточных делений осталось на потом. Если мы померяем длину теломера у разных людей, то окажется, что действительно с возрастом, чем старше человек, тем короче у него длина теломер, и это может служить показателям биологического возраста. Если бы мы с вами были зебровой мадины, вот этой вот мтичкой, которая живет 7 лет, то только этого измерения длины теломера было бы достаточно для того, чтобы с точностью до месяца предсказать нашу продолжительность жизни. Если поместить деток птиц в одинаковые условия эксперимента и померить при рождении, ну в верхнем случае при вылуплении этот показатель, то достаточно точно можно предсказать, сколько они живут. Люди, к сожалению, живут для нас в разных условиях, и поэтому такие прогнозы для людей не всегда правомочны, но тоже говорят о продолжительности жизни человека. Если в организме все накапливается и все всегда плохо, мы дышим окисляемся, мы едим сладкое, гликируемся, длина теломер постоянно укорачивается, то возникает резонный вопрос, а почему же тогда дети рождаются все время молодыми, и так из поколения в поколение много-много раз. Один из ответов на этот вопрос заключается в том, что половые клетки являются некоторым исключением в нашем теле, и в них работает тот самый фермент, который удлиняет последовательность наших теломер, тем самым имитируя нашим половым клеткам состояние молодости. Именно поэтому дети могут родиться молодыми и сбросить весь тот опыт, который люди на себя навалили за эти годы. Подобная ситуация реализуется также в стволовых клетках, потому что кроме того, что нам дорожат детей, нам надо заживлять раны, которые у нас потенциально могут возникнуть, и заживление этих ран – это как раз функция стволовых клеток, которые мигрируют вместо раны и восстанавливают эту ткань. Поэтому этим клеткам тоже надо потенциально бесконечно делиться, и в них тоже активен тот фермент, который дает им эту возможность. Очень многие фирмы борются за то, чтобы каким-то образом активизировать этот фермент, который есть во всех клетках нашего организма, но он там не в рабочем состоянии, для того, чтобы всем нашим клеткам имитировать состояние молодости. Вот этот эксперимент с мышью, ГМО-мышью, инъекцией и продлением жизни на 20% как раз был совершен, когда этой мыши встроен этот ген теломераза, этого фермента, который удлиняет теломер. Одна из теорий геронтологии гласит о том, что тот орган, в котором длина теломер по разным причинам дойдет до критического предела первым, тут и начинает выходить из строя, потом развивается какой-то патологический процесс. Кроме того, длина теломер является не просто показателем деления, а теломера является самым уязвимым местом нашей ДНК, и она очень чутко реагирует на оксидативный стресс, который часто является производным нашего психологического стресса в том числе. Есть исследования, где люди, которые, грубо говоря, стрессированы большее количество времени, живут меньше лет, именно потому, что их теломера укорачивается интенсивнее, чем у других людей. То есть условиями из них можно повлиять на продолжение жизни на самую-самую ее первопричину. Естественно, нас интересует не то, как ускорить стреление, хотя такие подходы тоже есть. Вот некоторые из них, как при помощи разных компонентов пищи, научно доказано, можно укоротить свою продолжительность жизни, укорачивать теломеры. Это диета, богатая инженными продуктами, диета, бедная овощами, высокое потребление алкоголя, ну и, естественно, стресс. Но это не новость. Новость в том, что на этот показатель можно также подействовать простыми и понятными способами, которые прошли уже какую-то экспериментальную, естественно, проверку. Это понижение уровня стресса, омега-3 жирные кислоты, потребление фруктов, овощей, витамин D и E. Ценность этих слайдов не столько в том, что здесь написано, а столько в том, чего здесь нет. Потому что все остальное не всегда проходит в научный контроль. Вот это одно из самых интересных исследований, когда при помощи интервенции, способа жизни удается повлиять именно на этот показатель, на одну из первопричин старения. Когда людей всего на 3 месяца садят на такое вмешательство, которое заключается в коррекции диеты, снижении калоража пищи, увеличении продуктов питания за счет овощей, фруктов, когда люди садятся на стресс-менеджмент какой-то или медитирование, когда люди общаются между собой по 30 минут в день, когда люди бегают каждое утро по полчаса, то оказывается, что всего-навсего этого подхода достаточно для того, чтобы статистически значимо удлинить линутивомет, или, по крайней мере, предотвратить ее укорочение. То есть даже на такие глубинные показатели можно повлиять какими-то способами извинения. Все это нас подводит к тому, что мы что-то можем сделать собственным возрастом, мы что-то можем сделать для того, чтобы стареть более медленно. Я сейчас буду говорить про один из таких подходов, который заключается в модном направлении детокса. Детокс – это одно из направлений альтернативной медицины, то есть той медицины, которая ничего общего с доказательной медициной не имеет, никаких шваков у нас с вами нет, токсины в основном не накапливаются, и соки никак, соответственно, не помогают в выведении из организма этих эфических и токсинов, и шваков. Но, тем не менее, детокс работает. Это самая здравая мысль всей альтернативной медицины, которая может быть. И работает он, естественно, на молекулярном уровне в первую очередь. Заключается он в том, что все, что мы с вами едим, является наполненным какими-то токсинами, или веществами, которые станут токсинами в нашем организме, и проходит через две стадии детоксикации. Первую и вторую. Эти стадии детоксикации – это ничто иное, чем определенные белки, закодированные в определенных генах. И оказывается, что один человек, который является носителем полиморфизма в одном из генов детоксикации, то есть природно более восприимчив к повреждениям какого-то из типов токсинов. Вот эти токсины, например, это те, которые встречаются в бытовой химии, и чаще всего мы имеем с ними контакт. Также в низкокачественной косметике, также в некоторых других вещах. У людей, у которых эта система снижена, именно для них является активной какая-то коррекция извне, какими-то продуктами питания для того, чтобы эту систему усилить, быть к этим токсинам менее восприимчивым. И оказывается, что действительно такие вещества находятся, это вполне простые, понятные и приятные, даже вкусные вещи, которые эту систему могут как активировать в случае этих двух ферментов, этих двух систем, это там кверцетин, брокколи, чеснок, розмарин и так далее, но также есть вещества, которые снижают активность этих же самых систем. Если человек ущербный по этому, контактирующий с этим, еще и есть это, то ему становится совсем плохо. И вот эта вот ситуация разворачивается с кучей других ферментов систем детоксикации. Для каждого фермента список доказанных веществ, повышающих активность и понижающих, он разный. Вот этот перечень в этой статье, всеми любимые, составляет 8 страниц, где просто перечислено, какой продукт питания, на какой из ферментов нашей пищи, на какой из ферментов нашего организма влияет, повышая или понижая его активность. И грамотный детокс должен выглядеть таким образом, что мы каждому пациенту, исходя из того, с чем он контактирует и какая его генетическая информация, можем подобрать тот набор веществ, который активирует, активирует одну систему и дезактивирует другую. Ну вот это вот такая вот грамотная, грамотный взгляд на детокс. И естественно, способы, способы определения жизни. Что же, собственно говоря, наука знает для того, чтобы, для того, чтобы бороться с состоянием. Науке геронтологии порядка 120 лет. Придумал ее, наш с вами, общий соотечественник, геометичник, как Нобелевский лауреат. И за 120 лет проведено множество экспериментов. Естественно, нас интересует, как организм стареет, но в первую очередь интересует, как же продлить продолжительность жизни. Есть эксперименты, которые проводятся с целью продления жизни, но приводят к снижению продолжительности жизни. Это часто случается. Но также есть и эксперименты, которые удлиняют продолжительность жизни. Иногда научены существенные показатели на 100% и более. Но чтобы так долго не существовала геронтология, к сожалению, одним единственным физиологически доказанным способом управления жизни является только один способ, который эксплуатирует один единственный феномен. Этот эксперимент повторяется из месяца в месяц во всех лабораториях мира. Им уже очень много лет и ничего другого наука физиологического не придумала, как этот подход. Заключается он в том, что чем меньше мы едим, тем больше мы с вами живем. В науке это называется калорийное ограничение рациона и работая к нам по тому принципу, что калораж пищи, которую мы с вами потребляем, тоже имеет свои чисто материальные рецепторы и детекторы. То есть каждая клетка четко знает, условно говоря, сколько она съела за последнюю неделю. Если вот этих сигнальных молекул, которые приходят к нам с едой, становится мало, наша клетка понимает, что скорее всего условия среды недостаточно хороши, нам нужно еще чуть-чуть протянуть, чтобы еще хотя бы разок размножиться. И вот этого чуть протянуть мы называем определением жизни. То есть никакого большого здесь открытия в этом нет. Материальные детекторы этого у каждого организма свои, но они очень схожи. В случае человека это тор, это сиртуин, у некоторых типов, у других организмов это другие. Но если это материальные молекулы, если это какие-то ферменты, то, соответственно, мы можем подобрать какие-то материальные ингибиторы или активаторы и тем самым повлиять на этот процесс извне. Вот этот эксперимент, которому мы все очень радовались, который недавно закончен, проведенный на приматах, на обезьянах, который показал, что на приматах этот подход работает в том числе. Если обезьяна кормить ограниченной калорийностью пищи, то есть на 20% сокращать их рацион от состояния от липитум, то есть для того, чтобы обезьянка хотела съесть за день, если бы экспериментаторы ей не помогали, сократить это на 20%, то этим можно продлить жизнь тоже на 20%. Есть группа людей в мире, которые объединяются в некоторое сообщество и тоже практикуют этот подход для того, чтобы продлить жизнь. Они постоянно репортируют о своих результатах, но, слава богу, из них еще никто не умер, поэтому продолжительность жизни посчитать мы не можем, но они показывают свои кардиоваскулярные риски. И, по крайней мере, старение сердечно-сосудистой системы у них проходит более медленно, что нас всех радует. Очень сложно экстраполировать эти данные на человека, потому что, как это ограничить рацион на 20%, за счет чего, каким способом, каким способом и как нам это применить в жизни. Очень много вопросов по этому поводу, но, скорее всего, здравый подход выглядит вот таким образом. Потому что ограничить рацион на 20% очень-очень сложно. Это сложно сделать и мышам. Когда мы это пробуем делать, у нас возникает ряд вопросов. Кроме того, что мыши, естественно, ест корм, который просто ограничить. Человек ест разнообразную пищу и ограничить сложнее. Но это несколько подходов, которые позволяют нам симитировать это состояние калорико-рестрикшн у нас. Самый здравый из них является, по моему мнению, первое и последнее. Спонтанный пропуск приемов пищи и диета по принципу 5 на 2. Диета по принципу 5 на 2 заключается в том, что вы едите 5 дней, что хотите, понедельник, вторник, не важно. Важно, что вы это делаете 5 дней. И 2 дня вы едите низкокалорийную пищу. То есть употребляйте не более 500 ккл в день. Еще один здравый подход заключается в спонтанном пропуске пищи. Он проще всего интегрируется в жизнь городского жителя. Когда вы какие-то приемы пищи просто пропускаете. Желательно, чтобы это был каждый пятый прием. Но есть и другие подходы. Некоторые из них более жесткие, некоторые менее жесткие, которые заключаются, что у вас полные разгрузочные дни в выходные дни или в другие. Или вы там пропускаете, снижаете ковараж каждого второго дня. Естественно, при этом всем диета должна быть сбалансированной и разнообразной. В другом всех случаях это не работает. Что это значит? Это значит, что употребляйте все компоненты пищи, столько, сколько вам нужно, и сокращайте ковараж пищи в основном за счет белковой, желательной вкусной пищи. Вот так вот выглядит сравнение продолжительности жизни. Людей, которые сидят на других диетах, отличной от диеты западной. Ну, которые, скорее всего, мы с вами питаемся. Вегетарианство действительно продлевает жизнь, но самое интересное, кто продлевает жизнь больше всего. И оказывается, что дольше всего продление жизни наблюдается у тех людей, которые сидят на диете с вегетарианской, но употребляют молочные продукты, употребляют яйца и употребляют рыбу. Такое продление жизни у них составляет 19%. Это эпидемиологические данные, не экспериментальные. Коварийность пищи, естественно, связана с нашей физической активностью. Очень большой вопрос, а насколько же можно снизить риски заболеваний при помощи физической активности, это первый вопрос. А второй, насколько же надо напрягаться, чтобы снизить риск, это как нужно. И оказалось, тут опять-таки две новости. Хорошая, одна из них хорошая заключается в том, что снизить риск мы можем существенно, существенно, да, мы можем снизить риск практически на 20% только при помощи физической активности. Это идет речь о риске сердечно-существенных заболеваний, некоторых рак и диабета второго типа. Есть вторая хорошая новость, что для этого напрягаться надо тоже не очень сильно. Для этого напрягаться надо всего лишь на уровне 4000 метаболических единиц в неделю, что приблизительно соответствует тому, что если бы вы каждый день бегали по 30 минут. Бег сам по себе не исцеляет, никакого волшебного эффекта в нем нет. Неважно, чем вы занимаетесь, бегаете, прыгаете на батуте или паваете. Речь в том, что вы должны напрягаться физически настолько, как будто будет 35 минут, где не бегаете. Этого оказывается достаточно, дальше эти риски снижаются тоже, но уже не так значительно. То есть дальше это уже медитация, дальше это уже хороший спорт, это времяпрепровождение, но это не снижение рисков для здоровья. Естественно, никто этим советом следовать не будет, и ученым не пришло в голову ничего другого, кроме как сымитировать эти состояния для нашего организма. Если мы знаем, что детекторы этого возраста материальные молекулы, то мы, естественно, хотим придумать какую-то волшебную таблетку, которая на них подействует и сделает такое для нас состояние, как будто бы мы вчера бегали, вчера не доедали, да, и еще вчера восхали. Такой подход существует, его эффект достаточно серьезен, и называется он гиропротектор вещества, замедляющие старение. Оказалось, что действительно есть ряд молекул, которые можно запаковать в лекарства, которые можно выпить для того, чтобы устареть чуть медленнее. Классификаций у них очень много, это моя произвольная официальная для сегодня. Разбить гиропротекторы можно таким образом на антиоксиданты, но не те, которые работают как антиоксиданты, как мы привыкли. Это уже давно не витамин А, С, Е и что там еще. Это уже те молекулы, которые активируют эту нашу внутреннюю систему антиоксидантной защиты. НРФ2, СОД, каталазу. Оказывается часто, что это та же физическая активность, та же калорийное ограничение рациона, что это омега-3 жирные кислоты, что это некоторые компоненты пищи другие, которые способны активировать и соответственно на 6 порядков быть более эффективными, чем то, что мы привыкли антиоксидантами. Это широкий спектр препаратов, которые имитируют состояние недоедания. Они сигнализируют нашим клеткам, как будто бы мы вчера не доели. Это часть веществ, которые продаются от других патологий, но также побочным действием оказалось продление жизни. Самым известным здесь, естественно, является ризбратрол, вещество, которое происходит из вина, точнее из шкурок красного винограда, и тоже имитирует для нас это состояние, продлевает нам жизнь, хотя там есть кое-какие нюансы. Содержание ризбратрол в красном вине таково, что в день приходится выпивать 35 литров данного напитка для того, чтобы дойти до терапевтической дозы, поэтому рациональный подход, кстати, в виноградном соке его ровно столько же, сколько в вине, поэтому у вина никакого чуда нет, но в других его формах, наверное, его прием более обратно. Есть полезные простые вещества, которые на самом деле продлевают жизнь по тому принципу, что мы компенсируем недостаток их в нашем организме. Чистый прирост продления жизни от витамина D составляет 15 лет. У всех долгожителей, которые мы изучаем, повышенное содержание витамина D в пазме крови по разным причинам, часто генетически. Но тем не менее, на 15 лет жить можно дольше, только принимая витамин D, но только тем людям, у кого его хронический недостаток. Так работает весь антиэйджинг. Если вы сдаете анализ, видите, что витамина D мало, вы можете его принять, и тогда вы вернете эти 15 лет, которые недостаток витамина D у вас забирают. По-другому это не работает. Давайте в конце, да, я расскажу. Витамин D очень интересно. Подобным образом работают другие простые молекулы. Подобным образом работают другие молекулы. О кофеине, я буду говорить далее подробнее, он имеет действительно действенный эффект. Интересные есть подходы, клетки, которые сейчас развиваются и на которых у нас вся надежда. Которые не приходят из области банального питания или каких-то таблеток, но, скорее всего, очень действуют. Одни из них – это подсадка микрофоры. Я бы там немножко скажу. Сорвенты, которые что-то там делают в нашем кишечнике. Синолитики, на которые вся надежда, если они не сработают, то у нас вообще геронтологи никакие надежды не отчутят, что сработают. Это те вещества, которые устраняют из наших тканей те самые сенесцентные клетки, которые сигнализируют остальным, что пора стареть. Если мы из этих клеток вовремя избавимся, тогда у нас есть шанс на продление жизни. Ну, естественно, генная терапия, которая должна с нами сработать, так же, как и с мышками, но пока вот прям сегодня ее у нас нет. Естественно, простые компоненты, природные, которых мы никогда не узнаем, потому что их невозможно запатентовать, невозможно коммерциализировать и проще достать из пищи, поэтому они не так сильно рекламируются. Это куркумин из куркумы, из приправы кари, женьшень, астрогеноны – это вытяжка из астрогава, черный перец. Продление жизни при фармакологическом подходе достаточно существенное и для млекопитающих составляет в среднем 25%. Это значит, что если постоянно сидеть хотя бы на каком-то ноно препарате, можно продлить жизнь на 25%. Это достаточно серьезный показатель. Все, естественно, персонально, и прямо вот сейчас купить метформин, купить аспирин и пить кофе для продления жизни получается далеко не всегда. И почему это происходит? Вот пример с кофеином. Работает он таким образом, что когда мы выпиваем чашку кофе, у нас повышается содержание кофеина в крови, потом через какое-то время оно падает, и так происходит со всем, что мы с вами пьем или едим. Все эти буквы и цифры не имеют никакого значения. Важно здесь только то, что кофе мы пьем, по сосудам он доставляется до печени и там потом метаболизируется, то есть приводится в неактивную форму. Неактивная форма кофеина в основном это пароксантин, вещество, которое не имеет того бодрящего эффекта, который мы хотим, и выводится с мочой из организма. Почему кофеин нам нравится? Почему мы пьем кофе и энергетические напитки? Потому что он связывается с аденозиновыми рецепторами и имитирует молекулу аденозин, ту молекулу, которая является неким показателем для низкого нашего заряда бодрости и является молекулой уставости для наших клеток. Аденозин – это производная всем известная молекула АТФ, которая сигнализирует о том, что мы хорошо поели, мы отдохнули, мы выспались, очень условно. Когда отщепляется от АТФ по одному фосфатному остатку, он в конечном итоге превращается в аденозин и начинает связываться с рецепторами на клетках, тем самым сигнализируя им о том, что запасы вот этой энергии на молекулярном уровне очень низки, и нам опять надо спать, опять надо есть или что делать. Кофей не делает ничего другого, как связываться с этими рецепторами и не дает возможность молекулам аденозина с ними связаться, то есть блокируют эти рецепторы для этой клетки, тем самым имитируя состояние той самой бодрости. И когда мы начинаем действительно уставать или чувствовать что-то плохое, то молекула аденозина приходит в шок, потому что не может связаться с рецепторами, и мы чувствуем подъем сил, который на самом деле не вызван повышением энергии или питания, а вызван только тем, что сигналы усталости не доходят до пункта назначения, и мы еще несколько часов можем работать. Если вы придете к среднестатистическому врачу и спросите, а как 4 чашки кофе в день влияют на мой организм, в частности на риск сердечно-сосудистых заболеваний, средний врач вам скажет, что в принципе никак. Ну на самом деле чуть снижает, но это чуть-чуть несерьезно. На самом деле это никак состоит из двух компонентов. Из группы людей, для которых 4 чашки кофе в день повышают риск развития инфаркта в 2,5 раза, и из группы людей, для которых 4 чашки кофе в день понижают риск развития инфаркта на 40%. Если мы эти две кривые схлопнем, то мы получим то самое никак. Эти две группы людей отличаются по одному единственному ферменту. По тому ферменту детоксикации ксинобиотиков, которые переводят кофеин из активной формы в неактивную форму. У тех людей, у кого кофеин в крови плавает чуть дольше, чем у остальных, относятся к зоне риска и для них высокие дозы кофеина повышают риск развития заболеваний. Для всех остальных они счастливчики, для них наоборот кофе является превентивной мерой для риска развития инфаркта. С риском рака молочной железы ситуация очень похожая. Люди тоже делятся на эти две группы по этому единственному ферменту. Пропорция в нашей странской популяции этих людей вот такова 37 на 63. Алкоголь тоже является геропротектором, как бы мы с этим не боролись, но его действие не так просто, как нам хотелось бы. Он в некоторых дозах, естественно, повышает риск сердечно-осудистых заболеваний. Чем больше мы пьем, тем больше мы болеем. Но оказалось, что если сделать мета-анализ, эти данные усреднить в большой выборке людей, то есть некоторые дозы алкоголя, которые понижают риск развития сердечных патологий. Эта доза составляет от 14 до 20, у мужчин 20, у женщин, естественно, ниже. Естественно, работа только в том случае, если речь идет, скорее всего, о качественном алкоголе, потому что это данные только по метанолу, то есть по чистому спирту. В алкоголе есть не только спирт, а другие компоненты. Чем качественнее они будут, тем выше наши шансы прожить дольше. Ну, естественно, совет пить больше. Скорее всего, резонен только для тех, кто находится в этой группе. И для них снижение алкоголя действительно приводит к продлению жизни. То есть, если вам 18 и вы беременны, то пить это не выход для того, чтобы развить себе жизнь. Есть другие подходы. Сколько нужно спать, никто точно не знает. Это очень интересное исследование. Если будут вопросы, я скажу, как оно проведено, которое говорит нам о том, хотя бы сколько нам нужно спать. И оказывается, что если вам от 26 до 64 лет, то спать надо от 7 до 9 часов, но не больше 10, не меньше 6. Секс тоже продлевает жизнь. Он не только активизирует различные зоны мозга, но это очень сложный вопрос, как он влияет на продолжительность жизни. Это единственное исследование, которое удается найти, которое говорит о том, что, по крайней мере, для мужчин, по крайней мере, для датских мужчин. Паловая активность продлевает жизнь. Продлевает ее достаточно интенсивно на 20%. Эти 20% очень сильно напоминают нам стэнфордское исследование стэнфордских бегунов, когда люди, которые бегают, живут на 20% дольше, чем те, кто не бегают. Поэтому, скорее всего, тут у паловой активности нет никакого целебного волшебного влияния. Просто как это люди, наверное, ведут более здоровый образ жизни или, как бы, хотя бы во время секса напрягаются чуть больше. Интересный подход, которым наша лаборатория занимается, в частности, заключается в том, что старение и долгожительство – это отчасти инфекционное, имеют инфекционную составляющую. Этот подход резонен, потому что в последнее время мы все больше узнаем про нашу микрофлору, про влияние микробов на нас. И оказалось, что микробы способны влиять не то на уровень нашего серотонина в крови, на некоторые поведенческие реакции, на нашу веселость. То есть веселостью можно заразиться. Они влияют на интеллектуальные способности у мышей. И наши данные, что они влияют на синтез бутерата. Бутерат – это один из самых мощных геропротекторов. То есть, оказывается, что есть прецеденты, когда при помощи пересадки микробиома, пересадки кава – это при некоторых патологиях, где и пруд – процедура, разрешенная Минздравами. Если мы пересаживаем для лечения заболеваний, можно ее использовать, скорее всего, для других целей. Если пересадить кавовые массы из толстого человека в мышь, мышь начинает толстеть. Если этой же мышей пересадить микробы худого человека, она начинает худеть. С людьми происходит подобное же ситуация, у них тоже наблюдаются подобные фенотипы. Нас в лаборатории интересует, в первую очередь, то, а можем ли мы сделать такую манипуляцию с животными, в идеале, с людьми, и тем самым продлить им жизнь. Потому что мы проводим несколько лет исследования долгожителей, и оказывается, что в долгожителе микробиомы отличаются от нашего. То есть, кишечник долгожителя населен некоторыми типами бактерий, которые отличаются у среднестатистического человека. Если удастся их выделить, пересадить, кому нужно, то, возможно, это продлевает жизнь. И это интересный подход. Естественно, одним из важных драйверов старения является стресс. Говорить о нем я, наверное, много не буду. Это вполне резонная реакция на внешние раздражители. Заключается в том, что на все новое мы реагируем как-то. Эта как-то заложена в нас эволюция и была заточена на то, чтобы мы могли убежать от хищника, с которым мы в ходе своей жизни всегда стыкались, потому что хищника мы с вами никогда не были. Когда мы испытываем стресс, у нас учащается сердцебиение, у нас идет прилив крови к мышцам, у нас расширяются легкие, чтобы мы могли дышать и быстро бежать. В то же время эту кровь надо где-то брать, эти силы надо брать. И они берутся из других систем. Они берутся из половой системы, они берутся из иммунной системы, из пищеварительного тракта. Потому что не имеет смысла думать о том, как переварить обед, если вы станете чем-то ужином. И об иммунной системе тоже не нужно думать, потому что лечить занозы сейчас не актуально, нужно убегать от хищника. Если эта ситуация подавления и активизация идет очень-очень долго, то это, естественно, чревато какими-то хроническими заболеваниями. Это мы пропустим, это тоже. Чтобы понять, насколько серьезен стресс, и что стресс это не о синяках под глазами, это не о том, как мы не выспались, если это то, что нас конкретно убивает, следует обратиться к классической школе поведения, школе Павлова, которая говорила нам о том, что одна из учениц Павлова проводила эксперименты над собаками, но она не била их током. Она проводила исследования по дифференциации простых задач. Когда собачке дается задание выбрать между кругом и валом, при этом из эксперимента эксперимент пропорции овала все время смещаются в сторону круга, и этот выбор становится все сложнее. И собачка на каком-то этапе становится ей очень трудно выбирать, и начинает делать ошибки. За каждый правильный ответ собачку вознаграждали вот этой вот предсвобутой смесью, мясной смесью, и все было хорошо. Как только собачка делает очень много ошибок, как только она перестает понимать те правила игры, за которые ее вознаграждают, у собачки через две недели развивается язвенная болезнь, через два месяца развивается выученная беспомощность. Эти собачки умирают естественно раньше, чем все остальные. То есть собачек не бьют током, у них нет ограничения питания, их вечером всех кормят одинаково. Но только от той единственной ситуации, что собачка не понимает, за что ее вознаграждают, достаточно для того, чтобы форсировать процесс старения у организма. Некоторые налоговые кодексы некоторых стран очень сильно имитируют это состояние, когда вроде бы все понятно, но в то же время есть какие-то нюансы, по которым ты не можешь понять, тебя за это накажут или тебя за это похвалят. Это все приводит к выученной беспомощности, что негативно сказывается в нашем здоровье. Естественно, есть научные подходы, это эксперименты Вейса, которые говорили о том, как снизить стресс, избежать нельзя. Можно снизить его отдаленные эффекты, длительные эффекты. И оказывается, если создать животным иллюзию контроля, сделать вид, как будто бы обезьянка имеет какое-то влияние на стрессора, то это снижает у нее стресс, снижает те самые язвы. Даже если давать ту педальку, которая ни к чему не подключена, но она думает, что она в уме сама подставит тот паттерн, по которому педалька через каждый третий прием пищи будет влиять якобы на удар током. И хотя бы эта иллюзия уже снижает у нее риск развития ассоциированных со стрессом заболевания. Естественно, реакция на стресс у людей различна. Она различна и у мужчин, и у женщин, и природными антидотами к стрессу у разных полов являются разные вещества. У женщин это окситоцин, который выделяется, когда женщина общается с другими женщинами, животными, детьми, когда женщину обнимают, когда она слушает мужской голос низкого тембра. У мужчин природным антидотом к кортизолу, молекуле стресса, гормону стресса является другим. Это тестостерон, он у мужчин вырабатывается при физической активности, при отдыхе и при смехе. Поэтому часто мужчина, когда приходит домой, он хочет посмотреть что-то смешное и заснуть при этом. А женщина хочет очень сильно поговорить, и чтобы ее пообнимали. Тут не только причина некоторых конфликтов, но, естественно, какая-то часть старения тоже закодирована в этом семейном конфликте. Это Барбарда Бекберн, нобелевская лаурядка, которая получила Нобелевскую премию за открытие механизма удлинения теломер, того самого фермента, который удлиняет наши теломеры. Когда она в одном из интервью сказала, что если бы кто-то ей сказал 20 лет назад то, что она будет заниматься исследованием медитации, она бы сказала, что, наверное, вы сошлись с ума, я никогда такого делать не буду. Но, тем не менее, спустя 20 лет она такое исследование проводит и является одним из авторов его. Заключается оно в том, что женщин, у которых происходит спут... Это дело не в женщинах, дело в людях, просто у женщин это дело. Состояние спутанности сознания, когда вы садитесь за компьютер и не знаете, с чего начать работу. Вот это вот состояние у них хроническое. Если таких женщин посадить... Естественно, это состояние приводит к форсированному укорочению теломеров, сокращению их непродолжительности жизни. Если таких женщин посадить на такую процедуру, как 12-минутная медитация ежедневно и сравнивается с контрольной группой женщин, то у таких людей происходит существенное замедление процесса укорочения теломеров. Нет ничего удивительного в том, что можно что-то съесть, можно вставить себе дополнительный ген и этим продлить продолжительность жизни. Для ученого это не очень большая новость. Новость в том, что при помощи каких-то ментальных практик, силы, мысли, можно на такие глубинные механизмы тоже повлиять. Это одно из самых любимых моих исследований, которое говорит о том, что когда проводят контент-анализ американских писателей, которые проводятся таким образом, что просто считается в их письменной деятельности количество эмоционально положительно заряженных слов, которые они употребляют, и отрицательно заряженных эмоциональных слов, то оказывается, что люди, которые пишут более депрессушные вещи, умирают резче, чаще и быстрее, чем те, кто пишут вещи более оптимистические. Скорее всего, эти люди употребляли эти слова и в своей повседневной жизни. Скорее всего, они были более эмоционально заряженными в ту или другую сторону, если можно так сказать. На самом деле, эти эксперименты повторяются отчасти и на животных. Эмоций нет у крыс, но у крыс есть некие эмоционогенные так называемые зоны. Это позитивные эмоционогенные, это передние ядра гипоталамуса, стимулировав которые, если попасть в них электродом, то можно вызвать их стимуляцию. Соответственно, крыска начинает изображать те эмоции, если бы у нее были эмоции, короче, и становится чуть более позитивной, что-то в мозгу происходит. Эта, оказывается, процедура продлевает жизнь на 30% по сравнению с теми крысками, куда электрод попал в случайное место. И очень хотелось бы донести эту мысль, что не следует ждать от природы того электрода, который заставит вас думать о что-то хорошем. Геноинженерия уже на подходе, она вот-вот к нам всем придет, но вот этот электрод, позитивный настрой и позитивное мышление – это то, чем можно продлежить себе прямо сейчас. Спасибо большое за внимание, если есть вопросы, я вам отвечу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова